Девушки отдыхают Что пострадавшие здесь безобидная брошенная дочерью бабушка Но настоящий крик о помощи звучит от дочери И только суд может помочь молодой женщине освободиться от тирании страшной матери Если у вас возникла такая сложная жизненная ситуация То в первую очередь ее следовало обсудить с женой Клубок лжи превратился в снежный ком Мужчина бегал от настоящей жены к бывшей Врала и изворачивался до тех пор, пока женщина не подала на развод Теперь ему придется рассказать правду Хочу напомнить, что Андрей двух детей уже бросил Я гарантирую, что он Пашку не бросит и тебя заодно Отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал Красивые, знакомые всем фразы Но когда дело касается живых людей Эта фраза может породить трагедию Для всех троих И тогда разбираться в правильности этого утверждения придется суду Истец Варвара Полосухина подает иск к дочери о взыскании элементов на свое содержание Ответчик Екатерина Самойлова против иска возражает Заявляет, что мать ей мстит Слушается дело о взыскании элементов на содержание в размере 10 тысяч рублей Истец Полосухина Варвара Ивановна Ответчик Самойлова Екатерина Викторовна Истец, изложите, пожалуйста, ваши исковые требования Ваша честь, я подаю иск на алименты с моей дочери в порядке 10 тысяч рублей на свое собственное содержание Дело в том, что я получаю пенсию в размере 9 тысяч рублей Из которых 7 тысяч Это оплата ЖКХ И поскольку я человек пожилой и не очень здоровый А более сказать Очень нездоровый Я гипертоник в высокой степени У меня оплата ЖКХ И расходы на лекарства Составляют 7 тысяч И на проживание В течение месяца То есть все-таки это и ЖКХ, и лекарства Я уже хотела вас спросить Почему вы платите такую сумму Что же за квартира у вас такая? На квартира на нее уходит 3600 3600 Остается на проживание 2000 рублей Скажите, у вас единственная дочь? Или у вас еще есть дети? Она вам не помогает? Она мне помогает Но у нас все складывалось достаточно прилично и достаточно хорошо Пока мы жили вместе Но в один прекрасный момент Она съехала с квартиры, оставив меня абсолютно жилье Потому что ты меня довела до этого А когда она съехала? Три месяца назад она съехала Не предупредив абсолютно меня об этом Но может быть, этому были какие-то причины? Она считает, что я чудовище Но я считаю, что я как хозяйка квартиры Имела вполне определенные требования По совместному проживанию Тем более, что в нашу же квартиру пришел ее муж Не могу сказать, что человек Да ты его выгнала, мама Который вызывал большое приятие Потом родился ребенок И это возложило соответствующие обязательства на меня Тоже, как на члена семьи Но любые мои действия, какие совершались Они не воспринимались как положительное какое-то действие Все встречалось, все в штыки Ты ни разу не сидела с ребенком Ни разу, мама, когда даже он болел Ваша честь Ну вот я говорю, пока мы проживали все вместе Все было вполне прилично Но с тех пор, как дочь уехала Я осталась без средств к существованию Фактически Не помогает сейчас дочь? Она считает, что она помогает Но какая-то разовая помощь В виде 200 грамм творожка Или полкилограмма песка Ну вы можете, например, позвонить дочери Сказать, привези мне, пожалуйста, лекарства Позвонить я могу Но это не значит, что это будет осуществлено Во-первых, мне нужны тогда, когда они мне нужны А она может тогда, когда она может То есть практически не помогает Нет, так нельзя сказать Нельзя так сказать Нельзя, ни в коем случае так сказать Конечно И, конечно, дочь меня любит И по мере сил и возможности Она заботится обо мне Но Эта забота Она Как бы идет не от души Это все вынуждено Но это не к суду вопрос Если забота не от души Это не к суду Извините Мы сейчас говорим о взыскании алиментов Вы просите взыскать алименты На ваше содержание В размере 10 тысяч рублей Сумма мне понятна Почему вы именно такую сумму просите взыскать? Вам известно, какой доход у ответчика? Да Твердый оклад чистыми у нее 25 тысяч И 15 тысяч она получает от мужа на ребенка Вы же сказали, что дочь замужем Они развелись Они развелись Благодаря тебе 15 тысяч получают алименты на ребенка Да, это алименты на ребенка Итого 40 тысяч Насколько я знаю По законам Российской Федерации Пожилых родителей неимущих Дети могут и должны поддерживать И сумма алиментов Может составлять 25% От их совокупного дохода Вот я и посчитала, что от 40 тысяч 10 Вы так считаете? Это 10 тысяч Где сейчас проживает ответчик? Вы сказали, что она с мужем развелась Она проживает в съемной квартире Благодаря тебе Оплата квартиры, насколько я знаю Составляет 15 тысяч Но это же, так сказать, не константа Она может себе снять и не такую шикарную квартиру Это алименты на ребенка Ты хочешь ей эти деньги забрать? А как часто вас дочь навещает? Ну, приблизительно раз в неделю Она приезжает с какой-то мелочевкой Которую она считает за помощь Периодически она привозит лекарства Но, несмотря на такую помощь И свои скудные средства Я не имею возможности абсолютно Ни на какие Деести, ни на какие покупки За исключением, ну, минимального Какого-то обеспечения Состояния Своего И холодильник у тебя не пустой Поддержание Ну, а что есть в этом холодильнике? Извините Ответчик Ваше отношение к иску? Я полностью возражаю Против иска Но я хочу сказать, что я Как помогала, так и буду Помогать своей матери По мере возможности А в каком объеме вы помогаете Вашей матери? Сейчас объясню вашу честь Дело в том, что я мать-одиночка Моему ребенку 4,5 года Ну, как же вы мать-одиночка? Вы не получаете алименты? Я получаю алименты Но дело в том, что сейчас Я к этому дойду Дело в том, что Три года, почти три года Я жила в браке Но мой муж ушел Благодаря моей маме Любимой Хлюпик такой Родной, да Потому что то не так То все не так В общем, она сделала все Для того, чтобы он собрал вещи И ушел То есть вы считаете, что Причина развода Это отношение вашей мамы Да, это просто Неважно, чудовище Конечно, белое и пушистое Мама, я терпела все твои капризы До поры до времени Я бы с ума сошла Если бы осталось До сих пор с тобой жить Это невыносимо Продолжайте ответить Дело в том, что Все продукты питания Еду Опять-таки Уборка квартиры Все коммунальные платежи Оплачивала я Это когда вы жили вместе Совершенно верно То есть если маме захотелось Поехать в санаторий Я старалась, чтобы мама Все-таки поехала Оздоровилась Я брала работу на дом Я работала мама ночью Я работала на выходные Ты все прекрасно Это видела Хорошо, отвечи Это было в тот период Когда вы проживали совместно Сейчас вы проживаете раздельно Да, верно И что происходит сейчас? Это то, что 15 тысяч Как мама говорит Что я получаю Да, это алименты На ребенка Твоего внука Они уходят на съем квартиры А, то есть вы снимаете квартиру Да, я снимаю Однокомнатную квартиру И оплата за квартиру Составляет 15 тысяч Совершенно верно 25 тысяч у меня остается И нам с ребенком Вполне этих средств хватает То есть получается Если я отдам С этих 25 тысяч Маме 10 тысяч Как она хочет Алименты Да, мамочка? Почему бы тебе не У нас остается 15 тысяч Мама, если я вернусь домой И еще с тобой буду жить Я просто сойду с ума Это просто невыносимо Ты сейчас такой человек Это твои подробности Ты такая хорошая, заботливая мама Умерь свои амбиции На самом деле Это вообще не так Ты многое не договариваешь Умерь свои амбиции Ты хорошо Отвечек Почему вы Ну почему вы не можете вернуться Допустим, к маме И жить вместе с ней? Она угнетает меня С самого детства Что мама тут не договаривается? Я работаю с 14 лет Потому что маме Постоянно не хватает денег У тебя 19 тысяч будет А у нас по 7 с половиной Как я могу жить на эти деньги? Как мы можем жить? Возвращайся Никто тебя не заставляет жить Мам, я не смогу вернуться Я просто Я просто То есть вы не хотите жить с мамой? Не хотите жить с мамой? Я что, мама? Ну вот вы говорите Я не могу Я не хочу Я сойду с ума Ну почему? Потому что мама тиран Мама тиран Да Это сейчас она такая хорошенькая Да Ты белая и пушистая Ну ладно, Ответчик Давайте только плакать не будем Не плачьте Потому что это невыносимо Ваша честь Тиранита Ну вы прям уже рыдаете В чем тиранита? Ну что она такого делает? Она делает все до того То не так Все не так Туда не пойди Сюда не пойди Зато ее подруги могут приходить Я никуда не могу пойти Выйти Даже приличное 5 минут Чего ты лежишь? Вставай Надо то сделать Надо все сделать Мама А я должна быть только у плиты И с твоим ребенком Нет, ты никогда не сидела С моим ребенком И у меня своей жизни не должно быть Неоднократно просила тебя Посидеть с ребенком Ты сказала Это не мое дело Я тебя не просила рожать Правда, мама? Совершенно верно Да То пить То писать То как Мама, ты в садик его ни разу не отводила И не приводила садик Мне нужен покой Мне покой нужен Естественно, у вас тоже понять невозможно Вы говорите дочери, возвращайся Зачем ты платишь за съемную квартиру? В то же время вы говорите Нужен покой Если вернется ваша дочь вместе с ребенком У вас покоя не будет Потому что маленький ребенок в доме Это маленький ребенок в доме Так что вам нужно-то? Покой или чтобы дочь вернулась? Покой мне безусловно нужен Потому что я нездоровый человек И мне нужно и днем приложиться И ночью спать вовремя И чтобы ребенок не мешал своим плачем Но в 4,5 года вряд ли ребенок плачет Плачет, плачет Еще как плачет Ну по ночам-то уж не плачет Мама, у него насморк У него температура Это маленький ребенок Когда болеет Маленькое существо Ваша честь, то что мама пришла сюда Вот с таким вот позывом Призывом Я не знаю как это уже назвать Потому что слов правда не хватает Она хочет специально Вот создать мне такие условия Чтобы я просто вернулась к ней Потому что у меня не будет потом возможности Снимать отдельно квартиру И жить просто как нормальный человек Как все люди живут Если вы будете платить такие алименты, да? Если я буду платить такие алименты Просто, ну, это просто жуть Я как вспомню в свое детство, мама Это просто невыносимо Ты просто давишь Я просто рабыня уже стала Я рабыня Ты вот так вот меня колпаком накрыла И все, и держишь меня У тебя было великолепное детство У тебя прекрасно была юность Мама, я работала 14 лет Это опять же была твоя инициатива Я все деньги выносила домой А ты покупала себе кофточки новые Я что, мама, не покупала ничего? Я достаточно молодой женщина еще Мама, ты превратила меня просто в свою собственность Ты унижаешь меня постоянно То у меня руки кривые То у меня глаза кривые То я толстая, то еще Как со мной мальчик ухаживал Это вымыслы, вымыслы и домыслы Что ты мне, мама, сказала? Ты ему неровня вообще Оставайся будешь со мной Ты меня превратила просто в какого-то ничтожного человека Я чувствую себя каким-то неполноценным уродкой просто Это абсолютные домыслы Каждый человек Ты меня просто превратила в какого-то... Я не знаю Так, все, ответчик, мне понятна ваша позиция Передайте, пожалуйста, документы Через судебного пристава Справка о доходах, свидетельство о рождении ребенка Да, там все документы Суд удаляется для вынесения решения Прошу всех встать Далее в программе Если у вас возникла такая сложная жизненная ситуация То в первую очередь ее следовало обсудить с женой Что может делать мужчина у бывшей жены по ночам? Почему он оплачивает отдых бывшей тещи? Для жены ответ очевиден Это измена Но в жизни не все так однозначно Правда откроется в суде Я хочу напомнить, что Андрей этот двух детей уже бросил Где гарантия, что он пашку не бросит? И тебя заодно Такие страсти разыгрываются в иных семьях Что в турецких сериалах не увидишь И развод в этом случае совсем не решение проблемы Потому что каждый хочет, чтобы ребенок остался с ним Даже если настоящий родитель ребенка только один из них Иск о взыскании алиментов на содержание удовлетворит частично Суд принял решение взыскать совершеннолетней дочери То есть соответчика На содержание нетрудоспособной матери На содержание истца Алименты в твердой денежной сумме Равной 2320 рублей То есть это составляет одну пятую От прожиточного минимума Который устанавливается для пенсионеров Постановлением правительства Москвы На 2017 год установлена сумма прожиточного минимума Для пенсионеров 11603 рубля Одна пятая от данной суммы составляет 2320 рублей Суд взыскивает с дочери алименты на содержание матери Именно в такой сумме Исходя из материального положения истца И также с учетом материального положения ответчика В данном случае мать нетрудоспособна Достигла пенсионного возраста И по закону она естественно имеет право На помощь от совершеннолетней трудоспособной дочери Дело закрыто Решение суда Иск удовлетворить частично Суд прошел, но я не удовлетворена его результатами Я считаю, что сумма, которую назначили в качестве алиментов Она не позволит мне существовать И в наше время кто, как не дети Должны поддерживать своих родителей При старелых И обеспечивать им достойное существование Моя мама неисправима То, что утвердил суд 2300, я буду ей выплачивать Но никакой помощи больше она от меня не получит У судьи нет права на эмоции Мне надо только из меня тут ведьму делать Заметьте, не я это сказала Вы никогда не узнаете, что она чувствует на самом деле Но вы женщины, вы должны понять меня Я судья Я буду вносить решение на основании закона Но будьте уверены Елена Кутьина знает, как защитить слабого законным решением Послушайте, трое взрослых детей Вы не можете договориться, чтобы одну мать содержать Позор Это дела семейные Вы просите разделить имущество Да, обязательно Мы даже ложки будем делить И крупу, и сахар Я с ними буду все делить Ответчик, если вы снимете штаны Я вас оштрафую Истец Оксана Рыбакова подает иск о расторжении брака Ответчик Андрей Рыбаков против иска возражает Просит суд сохранить семью Слушается дело о расторжении брака Истец Рыбакова Оксана Сергеевна Ответчик Рыбаков Андрей Александрович Истец, я вас слушаю Ваша честь, я подаю иск о расторжении брака По причине супружеской неверности моего мужа Я считаю, что мой муж вернулся к своей бывшей жене Дело в том, что у нас есть общая дочь совместная Но тем не менее, я считаю мое решение правильным и верным Сейчас я объясню, почему Дело в том, что год назад где-то это все началось Мой муж стал поздно вечером приходить домой Он где-то задерживался, пропадал А потом вовсе просто перестал ночевать дома Все началось с того, что я начала с ним пытаться разговаривать Он отшучивался А потом он начал говорить, что у него дела на работе Очень много работы, оврал И как бы не объясняя мне Я в конце концов поняла, что я выгляжу полной дурой Потому что позвонив к его сотрудникам Я поняла, что на работе он не находится То есть вы проверили? Да, я уже докатилась до того, что я хотела разобраться в ситуации Докатилась до того, что стала следить за ним Лазить его вещи Карманы, сумки, сотовые телефоны И в процессе этой проверки я узнала, что он ночует у бывшей своей супруги И у меня есть видео, вот флешка, я просила, ходательство подавала О приобщении к делу На этой флешке есть видео с мобильного телефона Как он выходит от нее рано утром После вот такой ночлежки очередной Ну и чего такого? Ну выходила я... Это не доказательство У меня там сын вообще-то живет Вот у него пароль, вот в соцсети он всегда стоит один и тот же пароль Имя дочери, дата рождения Я залезла к нему в мобильный банкинг То есть там выясняется, он полностью решает все их финансовые проблемы Там есть счета оплаты ЖКХ Есть, даже есть электронная квитанция оплаты поездки тещи, бывшей, за границу Он оплатил ей поездку в Болгарию А у вас достаток в семье хороший, достаточный? Ну, как бы нам денег хватало Но в прошлом году я попросила его оплатить поездку с ребенком на море Он отказал по причине отсутствия денег А по числам я смотрю, просто поехала теща в Болгарию отдыхать Одна или с ребенком? Нет, она поехала одна Он оплатил ей поездку Ну бывшая теща, вы имеете в виду, это мама первой жены Потому что я считаю, что всех доказательств достаточно Я с ним жить не собираюсь, это просто обманщик И я хочу расторгнуть брак, думаю, он будет не против Дочку я оставляю себе, я хочу, чтобы она осталась со мной Имущество будем делить позже Какие документы вы просите суд приобщить к материалам дела? У меня есть свидетельство о рождении моей дочери Потом оплата всех счетов в той семье Свидетельство о браке и вот тур непосредственно вот этот, который он купил тещи Оплачен по безналичному расчету? Да, по карте проведена Передайте, пожалуйста, через судебного пристава Флешка Так, вы предоставляете флешку На ней видео, где он выходит от нее утром А адрес проживания бывшей жены? Здесь там все есть, в квитанциях все есть и есть адрес тоже Ага, то есть вы просите посмотреть видео? Да Ответчик, вы не возражаете? Я не возражаю, тем более это ничего не значит Я выхожу от сына из подъезда Давайте мы сейчас сначала посмотрим Улица Лизы Чайкиной, дом 4 Это адрес вашей бывшей жены? Там сын проживает? Это 7 утра, ваша честь Вот, пожалуйста Он ночевал у нее в очередной раз И что, вы сами снимали это видео? Да, я сама сняла это видео И вот в данный момент меня возмущает То, что этот человек прикрывается своим собственным ребенком Он говорит, что он ночует из-за ребенка Ну, сейчас спросим ответчика Что происходит? Согласны ли вы с иском? Ваша честь, во-первых Категорически не согласен с иском Да Я признаюсь Да, хожу Каждый день И оставался там ночевать Ну а что так зачастили-то? Там такая ситуация, понимаете Дело в том, что Бывшая супруга У нее сейчас проблемы Она около года назад Лишилась работы У нее сейчас появились какие-то сомнительные знакомые Какие-то люди Любители выпить И она, честно говоря, уже там деградирует Поэтому Выпивает и употребляет Употребляет Выпивает и сильно выпивает А почему вы ночуете? Вы действительно там ночуете? Я ночевал, да Ночевал По той простой причине Я тещи Да, признаю Я купил эту путевку в Болгарию Она недорогая, между прочим Купил Потому что теща Бывшая теща Она сейчас в основном Сидит Ну сидела Ну вот и теща утверждает Что теща-то ваша бывшая Одна поехала С ребенком Она одна поехала Потому что Без ребенка Она уже доведена до такого состояния Пьянством своей дочери Что она уже слетает с катушек Понимаете? У нее уже скоро будет нервный срыв Если у вас возникла такая сложная жизненная ситуация То в первую очередь Ее следовало обсудить с женой И сказать Вот такая история Жена бывшая выпивает Ребенок брошенный Сколько лет ребенку? Десять Десять лет Маленький еще Один не может оставаться Что делать? Как с ней можно разговаривать Если она меня игнорирует? Вот последние месяцы Она со мной не разговаривает Я пытался Я же не знал Что она со мной шпионит Ну ответчик, вам не кажется Что вы сами довели женщину До того, что она уже даже шпионит И не разговаривает? Я ее не доводил Она сама себя довела Я не хотел ее Докучать какими-то вот заботами Я наоборот ее оберегаю Для того, чтобы она не волновалась Ну ваша такая позиция Привела к тому Что ваша жена обращается В суд с иском о разводе Вам известно о том Что все денежные средства Которые в семье Зарабатываются И мужем, и женой Являются общими Супружескими средствами И когда вы делаете Какие-то приобретения Не связанные С расходами На нужды семьи Вообще-то это называется Расходование денежных средств В ущерб интересам семьи Такие вещи надо обсуждать Ваша честь Моя бывшая супруга Она не всегда была такой женщиной Но вот сейчас она так скатилась Понимаете? Мне пришлось это сделать Потому что Допустим Ну почему тещу Отправили бывшую На море В Волгарию? Причина какая? Почему вы решаете Проблемы эти В ущерб своей семьи? Почему? Не пришлось Почему вам пришлось? Потому что Она уже вообще Дошла до такой степени До ручки Скажем так Что она говорит Я подаю в суд на дочь Пускай ее лишают Родительских прав А вот в чем дело Понимаете? Ну я же не Ну И вы чтобы избежать этого И успокоить ее как-то? Конечно Ну чтобы она успокоилась Немного нервы Подлечила То есть вы против иска Возражаете? Возражаю Вы просите срок на примирение? Я прошу Срок на примирение Тем более Я люблю жену Вот честно вам говорю Люблю Дочку люблю Ну как ты любишь Как ты любишь Если ты меня постоянно обманываешь Если я не в курсе Где ты Что ты Куда идут наши деньги Я прошу тебе деньги Ты мне их не выделяешь За границей летает Чужая бабушка Документы передайте пожалуйста Про деньги Ваша честь Ну вот видите какая ситуация Ну что хотите чтобы Мать решили Лишили родительских прав Ответчик Как может суд хотеть этого? Ну Поэтому Представляете Если ее лишат родительских прав Бывшую жену Да бывшую жену Мне придется сына взять домой Я не против Жена ваша не против? Ну на самом Это ей так кажется Это ей так кажется Почему вы так считаете? Я приводил Дважды пытался Понимаете У них Ну нет взаимопонимания Потому что сын ревнует Меня к новой женщине Просто у нас притирка идет С ребенком Это нормально То есть вы боитесь Что это станет То есть у вас Вы боитесь Что это станет Причиной разлада В вашей семье Конечно Лишний раз Я ее не хочу нервировать Но вы видите Что я ее люблю Я не хочу Я ее нервировать Я ее люблю Я вообще пытаюсь Ее окружить заботой Ну понимаете Я ради нее Как раз Не хочу ее Лишний раз Ну Чтобы она психовала Тем более Что это удаляется Для вынесения решений? Далее в программе Хочу напомнить Что Андрей Это двух детей Уже бросил Где гарантия Что он Пашку не бросит И тебя заодно Отец не тот Кто родил А тот Кто воспитал Красивая И знакомая Всем фраза Но когда дело Касается живых людей Эта фраза Может породить трагедию Для всех троих И тогда Разбираться В правильности Этого утверждения Придется суду Оглашается решение суда Суд не постановил решение Вынес определение И предоставляет сторонам Срок на примирение В течение трех месяцев Спасибо Истец Объясняю вам Суд приходит К такому выводу Потому что Совершенно очевидно Что ваши отношения Можно сохранить Безусловно Ответчик Ваше поведение Скорее всего Было Неправильным И именно Это послужило Причиной Подачи Иска О расторжении Брака Вашей женой Потому что Честность В семейных отношениях Важна Дело закрыто Подумайте об этом Решение суда Назначить срок Для примирения Суд мне открыл глаза На данную ситуацию Я возможно подумаю Разводиться не буду Но в любом случае Я считаю Брак на обмане Не построишь Спасибо суде За это решение За эти три месяца Что он нам дал Я улажу все проблемы С женой Думаю Найдем общий язык Потому что я ее люблю Истец Надежда Головатенко Требует Расторгнуть ее брак И определить Место жительства Ребенка с ней Ответчик Сергей Головатенко На развод согласен Но считает Что сын Должен жить с ним Слушается дело О расторжении брака И Вы вместе проживаете Последнее время Мы жили В разных комнатах Но сейчас Мы уже не живем вместе Я съехала от него Понимаете Ваша честь Я призналась Недавно Своему мужу В том что Мой сын Мой ребенок Не от него Мой муж Не поверил в это И до сих пор не верит Никаких доказательств Нет в вашей чести Мы провели бы экспертизу ДНК Ждем Я тоже на этом настаиваю Они не хотят этого делать Ну почему ты не веришь Я тебе говорю А почему я должен в это верить Так ладно Ответчик Уж если вы до суда Не договорились Вряд ли сейчас договоритесь Что еще хотите пояснить суду Это причина развода Биологический отец Это наш общий друг Но мой муж Он просто не может иметь детей Мы хотели Да Мы пытались Мы лечились Ходили по врачам Сдавали анализы Но Медицинское заключение Показало Что мой муж бесплоден Он не способен иметь детей Мне хотелось иметь ребенка Понимаете Я мечтала об этом ребенке Ну хорошо И каким образом У вас появился ребенок Я Обратилась за помощью К нашему общему другу И он Согласился Он мне согласился Помочь То есть все случилось И У вас родился ребенок Мы договорились Что все останется Между нами И никто об этом Никогда не узнает Он сам был женат У него двое детей Нет ничего тайного Что не стало бы явным Ну хорошо Понимаете Ваша честь Это был отчаянный поступок Еще раз говорю Это было на эмоции А зачем вы мужу-то рассказали Ну уже ладно Сделали так Я так понимаю Что ответчик считает Вашего ребенка Своим Сыном Он считает Потому что он не слышит То что я ему говорю Да Он заладил Что это его сын Ваша честь Я воспитываю этого ребенка Я его обеспечиваю 5 лет И чей он получается Понимаю вас Ты не видишь даже очевидного Что он на тебя вообще Ни капельки не похож Истец На тебя он в общем тоже не похож Миллионы людей растят Детей чужих И любят их как родных Вы знаете Ваша честь Он просто начал подрастать Тем более он у спеленок растет Он вылитый Андрей Он просто Он очень на него похож Что вы суду хотите сказать Ну похож на Андрея Ну и дальше что Мы даже сравнивали детские фотографии Он один в один Ну естественно он его отец На кого он должен быть похож На меня И поэтому я не могла больше скрывать тайны Вы о ребенке-то подумали? Подумала И все очень даже хорошо Мы с ребенком будем жить Вместе с его родным отцом Ах вот оно что Проблема-то оказывается Вот в чем А как же там Жена С двумя детьми Он развелся Понимаете Ваша честь Прошло какое-то время И он развелся Когда я об этом узнала Я тоже уже не могла скрывать правду Он развелся из-за меня Да Потому что он меня Любит Где сейчас проживаете Вы и ребенок? Я сейчас Проживаю Мой ребенок сейчас с мамой Вы сейчас где живете? У него У кого? У своего У отца моего ребенка У Андрея А ребенок у кого? Ребенок сейчас с бабушкой Чья мама? Ваша? Да У вашей мамы Моя Почему с вами не живет ребенок? Потому что я его на время оставила Пока не разберусь с этим Ответчик Ваше отношение к иску? Я полностью против того Чтобы ребенок жил с ними Развести себя готов Отношение к разводу Отношение к разводу Сколько угодно Всегда согласен Потому что я с ней больше жить не хочу И желательно Чтобы она куда-нибудь исчезла Из моей жизни подальше Она и так исчезла уже К Андрею Очень хорошо Но проблема в том Что я не верю Что ребенок не мой Никаких доказательств Я не увидел А самое главное Ваша честь Я хочу Обратиться К такому моменту Во-первых Жилищные условия Три комнаты Прекрасно Там будут жить Три человека Включая ребенка У меня в моем доме Пять комнат Я зарабатываю один Как они оба Надя не работала Вообще ни дня Это она вот сейчас устроилась После того Как мы разошлись Устроилась И я буду работать А устроилась ты для того Чтобы получить документы От опеки О том что у тебя есть доход Продавщица она устроилась Консультантом Нет потому что Я способна Обеспечивать своего сына Вместе с Андреем У нас все получится Я хочу напомнить Что Андрей Двух детей Уже бросил Где гарантия Что он Пашку не бросит И тебя заодно Не выставит Какой доход у вас Сейчас простите Отвечу Какой у вас доход Доход у меня 40 тысяч в месяц 40 тысяч в месяц И проживать мы будем В квартире Отца ребенка В трехкомнатной квартире Это нормальные Жилищные условия Отец ребенка Ваш муж Вам еще раз повторить Свидетельство о рождении Ребенка есть Есть конечно Почитайте Кто отец И передайте Кстати документы Через судебного пристава Да конечно Отец ребенка Ну понимаете Ваша честь Он не родной Его отец Я же еще раз говорю Вы поймите Что суд должен Определить место Жительства ребенка А вы больше Беспокоитесь О своей личной жизни Вот это тоже Для меня совершенно очевидно Ну а если он будет жить с ним Кто за ним будет вообще ухаживать Я с матерью договорился уже Ответчик Поясняйте пожалуйста суду В случае если С вами живет ребенок То кто ухаживает Я договорился со своей мамой Его бабушкой Пашкиной Вот Что она переедет к нам Будет за ним ухаживать Это полоумная бабка что ли Да не будет Пистец Вас выслушала Держи себя в руках И долго-долго Терпела все ваши Показания И объяснения Полоумная бабка Между прочим и так Пока ты там шариваешь По своим соляриям Ухаживала за внукой Пока я работаю Отвечек Ну пожалуйста Прошу прощения Ваша честь Ну вы хоть не начинайте Давайте по порядку Я уже все сказала Что суд должен выяснить По порядку мне Излагайте Жилищные условия Вот здесь Пятикомнатная квартира Хорошо Справка о доходах 150 тысяч У меня как у мастера Цеха зарплата Пятикомнатный дом Так Детский сад Школа Детский сад Есть он туда уже Приписан Но школа сейчас А он уже приписан туда Нет конечно Почему? Потому что вы там жили? Да Куда же он ходил Все это время То есть он ходит В детский сад Я требую Со своей стороны Ваша честь Я требую Определить место жительства Ребенка Моего сына Со мной А не с матерью То есть вы просите Определить место жительства С отцом Заявляете Встречное исковое требование Передайте пожалуйста Документы Которые у вас имеются И настаивайте Чтобы ребенок Проживал с вами Да С разводом согласны Да Слушаем опеку Да Ваша честь Ваше мнение С учетом того Что орган опеки Встает На сторону ребенка И чтобы у него Были хорошие условия Для проживания Вы где проводили Обследование Жилищных условий В доме У Сергея Ответчика По месту жительства Матери Где вы проводили Обследование Жилищных условий Ну мы проводили Условия У ее родителей У ее родителей Истец Что вы вводите Тогда в суд Заблуждения По поводу квартиры Где вы сейчас живете Это же Обследование Жилищных условий Не по месту Жительства матери Правильно ли я понимаю Что по месту Жительства матери Обследование Невозможно было Провести Потому что Она не сообщила Адреса Не предоставила Документы Подтверждающие Ее проживание Фактическое Так? Да Именно так Хорошо Ваше мнение Ваша честь Пришли к такому мнению Что Все-таки Ребенок должен жить У отца Потому что У него и финансовое Положение Намного лучше И квартира У него Дом приобретен До брака Поэтому Раздела имущества Не будет И ребенок ходит Как мы уже слышали В детский сад Мы общались с воспитателями И ребенок хороший Положительный И папу С ребенком Также общались Папу он очень любит И естественно Ему будет намного лучше С отцом Маму он конечно любит Но То есть привязанность Вы сняли привязанность Ребенка и к отцу И к матери Но вы считаете Что привычный образ жизни Для ребенка Сейчас будет Абсолютно верно Более Абсолютно верно Понятно То есть вы Просите Удовлетворить встречный Да Пожалуйста Вот отчет Так Истец Спасибо органу опеки Будьте любезны Передайте документы Свидетель Есть у вас Истец Да Ваша честь Пожалуйста Пожалуйста Я хочу пригласить Свидетеля отца Моего ребенка А я уже здесь Пристав пригласите Пожалуйста Свидетель отца Пройдите Отец Только не слушаешь Сережа Пора тебе уже успокоиться А вам что Суд предоставил слово? Нет Еще не предоставлял Тогда представьтесь Для начала Ваша честь Я Антипов Андрей Евгеньевич Являюсь Отцом Пашки То есть биологическим отцом Биологическим Отцом Пашки Да А отцом Пашки Согласно свидетельству о рождении Является Ответчик И никаких иных доказательств Суду не представлено Понятно вам? Да понятно Я вам сейчас все объясню А вот истец утверждает Что вы ей услугу оказали И поэтому у нее Пашка появился Вот вы мне пожалуйста Поясните С этого момента Поподробнее Ну получилось так Что в очередной раз Я приехал вернуть инструменты Которые брал я у Сергея Надя была вся заплаканная Разговаривал по телефону Вот Я поинтересовался Что у нее случилось Она предоставила Медицинские документы Вот Я почитал Ознакомился с ними Все очень печально получилось Вот Ну и так Закрутилось Завертелось Вот Ну В дальнейшем Мы не особо общались Вот По истечению Какого-то времени Сергей предложил Быть крестным ребенка То есть вы приехали Вернуть инструменты Заодно утешили Истца И вот такие рога Мне придел И решили Простите отвечек Но да И еще к тому же Оставили после себя След Ну вот Такой человек Неизгладимый Я бы им даже сказала В следскую школу пойдет Я не жалею Ну хорошо Ну хорошо Ну и что вы Хотите сказать Вы биологически Вы утверждаете Что вы биологически Отец ребенка По истечению времени Да Я пришел к жене Рассказал Ну и что Ну хорошо Вы мне это говорите Еще хотите что-то Еще дополнительно сообщить Суду Что вы хотите сообщить Суду Я сделал Собрал данные И предоставил Результат ДНК Теста То есть анализ Произвели анализ То есть этот анализ Он ненормальный Документы передайте Через приставы Стойте на месте Вы тоже Стойте на месте Кто ребенка воспитывал Да какой из тебя отец Вообще Ты не мужик Истец Я вас выведу Сейчас из зала Ну и что мне Теперь с этим счастьем Делать Биологический отец Ребенка Свидетель Антипов Андрей Евгеньевич Понял Вы экспертизу Где заказывали У кого За какие деньги Вы это сделали Начинаешь Вот тебе опять Отвечу 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 Ваша честь Я могу протестовать Результаты экспертизы Вы можете Все что угодно Но не в этом суде Напоминаю сторонам Что данные Результаты Экспертизы Я возвращаю Я не приобщаю Это к материалам дела Так как у нас Заявлены исковые требования Определение места Жительства ребенка С истцом Или с ответчиком В деле имеется Свидетельство о рождении Где указан Отцом ребенка Ответчик Истец Вы мать ребенка Правильно? Правильно Но В связи с тем Что произошло Я единственная Что обязана Задать вопрос Ответчику Вы настаиваете На своих исковых требованиях? Встречных? Да, безусловно Вы просите Оставить ребенка Проживать с вами Истец Вы настаиваете На ваших исковых требованиях? Конечно Настаиваю Ваша честь Это удаляется Для вынесения решения В следующей программе Каким образом Произошло зачатие? Вы в медицинском Непосредственном половом Бабушка уверена Что ее внук Не должен быть тиротой При живом отце Однако папа Не признает родного сына Уверяя окружающих Что он всего лишь Донор спермы А доноры элементов Не платят Иногда он боится Даже в туалет сходить И что он делает? Потому что один раз В участии И что он делает? В этом случае Горшок под кровать Горшок под кровать Нормально под кровать Кровать встать посреди комнаты Мужчина после развода Отомстил разорившей его жене Подарил свою долю в квартире Первому встречному бомжу Как жить с незнакомым мужчиной В одной комнате И ежесекундно трястись Не только за свои вещи Но и за свою жизнь Он сказал моему сыну Что он бастард Потом он назвал меня Он сказал Мать твоя гулящая женщина Отец мальчика Пострадавшего в школьной драке Абсолютно уверен В своей правоте Он знает Мать ребенка И обидевшего его сына Никогда не посмеет Публично раскрыть Тайну прошлого Похоже Мужчина заблуждается Оглашается решение суда Суд принял решение Иск о расторжении брака Удовлетворить Брак расторгнуть Между исцом и ответчиком Иск об определении места жительства Ребенка по месту жительства матери Оставить без удовлетворения Встречные исковые требования Об определении места жительства Ребенка с ответчиком То есть с отцом Удовлетворить в полном объеме В данном случае Суд учитывает мнение Органов опеки и попечительства А также учитывает Те обстоятельства Что ребенку Будет лучше В данной ситуации Проживать с отцом В привычных условиях Он посещает детский сад И травмировать его Суд считает абсолютно невозможным Кроме того Суд не может не учитывать Того, что произошло В зале судебного заседания И совершенно очевидно Что спор на этом Не заканчивается Суду были представлены Доказательства Что биологическим отцом Ребенка является Не ответчик Однако в данном споре Не было заявлено Исковых требований Об аннулировании записи Об отцовстве Средительства о рождении Как и не было заявлено Требований об установлении Отцовства другого человека Вам это понятно, истец? Поэтому суд исходит Исключительно из тех Письменных доказательств Документов Которые имеются в деле И принимает такое решение В интересах ребенка А вы дальше можете спорить Сколько угодно Дело закрыто Решение суда Иск удовлетворить Встречный иск удовлетворить Я не понимаю Почему суд вынес такое решение Это мой ребенок Мой сын И я все равно Не знаю как Но я добьюсь Что он останется со мной Я благодарен суду За вынесенное решение Правда Как я понимаю Ничего на этом еще не закончилось Но будем продолжать В любом случае Я считаю Что Паша Это мой сын Которого я воспитывал Растил Одевал И обувал Я его просто так не отдам Прошу всех встать Незнание закона Не освобождает От ответственности Вы сейчас поняли Что я сказала? Естественно Мы это все будем делать Включаете И защищаете Свое право Смотрите дела семейные Чтобы не совершить Роковой ошибки Истец Вы что правда хотите На ней жениться? Правда Слушай Мне кажется Что вы очень гармонично существуете Может вы не будете разводиться? Судья Елена Кутьина Не вернет любовь Я тебе не мать Да все истец Я поняла вас Не продолжайте Но восстановит справедливость В первую брачную ночь Она обманулась Вы тоже ее обманули? Она рассчитывала Что будет брачная ночь А ее не было Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова